Всем привет! Сегодня я расскажу вам про карту захвата видео, которую покупать нельзя ни в коем случае. Думаю, большинству известно, что такое карта захвата. Короче, это девайс, который нужен для того, чтобы подключить вашу камеру к компу и использовать ее как вебку в различных там OBS, Zoom, Skype и так далее. В основном она нужна для стримов на YouTube, большинству по крайней мере. Вот и я для этих целей ее и купил. Короче, посовещался с подписчиками в телеге, посмотрел различные видосы и мне посоветовали вот примерно такого плана карту захвата. Выглядит она как флешка, бывают они USB 2.0, бывают 3.0. В средней цена там на Алиэкспресс 300 рублей плюс 250 доставка. Я нашел Wildberries с доставкой в свой город за 615 рублей, там-то я ее купил. И на первом же стриме я обнаружил дропы в частоте кадров. То есть я стримлю в 25 кадров, но это на самом деле не самое стрёмное. Самое стрёмное то, что какие бы настройки ты на камере не выставил, 1080, 25 кадров, 1080, 50 кадров там, вывод по HDMI 1080, все равно. Но при подключении к карте захвата камера переключается в режим 4К. При этом, если у вас в камере в 4К режиме есть кроп, то он активируется. То есть если я переведу Sony A7 III в режим 30 кадров в секунду, у меня автоматически вылезет кроп при подключении к этой карте захвата. Вот она такая чудная. Второй момент это то, что эта карта захвата сама по себе дропает кадры. Были мысли о том, что это инет плохой, что это фигово настроен ОБС, там различные приоритеты не так выставлены. Но у меня сейчас выставлено всё там высокое, максимально крутое. Ноут не самый ложковский у меня, то есть Core i7, 1070 Ti видеокарта. То есть достаточно мощный, ничего не нагружается. И при этом кадры дропаются даже без подключения к интернету. То есть инет здесь совершенно не при чём. То есть то карта захвата нормально отображает картинку, то она начинает дропать. Я специально не делал захват экрана, а специально с другой камеры снимал вам монитор, чтобы вы видели, как происходят дропы и как потом нормально отображается картинка. Пример из стрима, как это всё происходит, я вам в это видео прилагаю. То есть выглядит это абсолютно дерьмово. Там кадров до 10, наверное, в секунду это всё дропается. И, в общем-то, никому я не советую такую карту захвата покупать. Если вы знаете толковые карты захвата не за 100-500 кило рублей, то можете посоветовать их мне в комментариях. То есть прям ссылочками или как угодно можете в личку написать. В общем-то, вот такая говняная карта захвата. Никому её не рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся.